добрый день дорогие друзья наступило время нашего урока несколько секунд для того чтобы убедиться что есть интернет соединение и мы начинаем наш урок ну вроде как вот есть соединение ничего нам не говорится о том что плохо надеюсь какие-то люди сейчас появятся с нами вместе и мы начнем тема сегодняшнего урока тема сегодняшнего урока мне подсказала наша недельная глава в эту субботу мы начинаем читать новую книгу пятую книгу тары книга дворим вот появился первый человек здравствуйте если будут какие-то неполадки вы пожалуйста сообщайте нам чтобы мы были в курсе дела добрый день а значит в эту субботу мы читаем главу дворим это новая книга первая первая глава новой книги последней пятой книги дворим история наша история нашего пребывания в пустыне заканчивается по существу вот остался последний месяц и весь этот месяц муше собрав всех рассказывает им то что то что произошло то есть по существу он собрал новое поколение новых людей людей которые родились выросли уже в пустыне и он им рассказывает о том что произошло в течение вот этих вот 40 лет и вот поводом для сегодняшнего урока я вот вот что выбрал историю которую он здесь напоминает это история а разведчиков история мероглим шпионов и вот если вы откроете книгу дворим прямо первая глава начиная вот прямо с 21 стиха там прямо вот все и рассказывается так как как вот муше вот им рассказывают и он рассказывает очень интересную вещь и и он им говорит так но я вот буду переводить с листовом и приблизились ко мне все и сказали отправим людей перед нами и они следует нам эту землю и вернут нам слова ну вот известие сообщения про дорогу по которой мы должны подняться и про города которые мы должны туда прийти и так далее значит ну вот все все подступили как здесь говорит муж и весь народ ко мне подошел и потребовали от меня чтобы я отправил разведчиков и он пишет что это было хорошо в моих глазах я взял из всех значит 12 человек выбрал здесь по одному человеку из каждого колена и вот они пошли да и вот они пошли и дальше написано следующее очень важная фраза и эти люди там взяли в свои руки плоды той земли и спустились к нам обратно и вернули нам слова и сказали хороша земля которую господь бог наш дает нам и дальше и не захотели подняться вы и делали горький и стали горькими в устах всевышнего бога вашего то есть разведчики пришли и принесли плоды сообщили нам что земля просто замечательная а вот вы вы не захотели подняться и вы сделали горьким уста всевышнего господа бога наш вот такой вот рассказ но дело в том что если мы вернемся к первоисточнику до 1 источник был предыдущий книги книга бамид бар глава шлах там история рассказана совершенно другая ну просто другая история вот полюбопытствуйте и вы увидите что там рассказ другой я имею ввиду глава бамид бар книга бамид бар глава 13 глава она начинается шлах вот прямо самого начала шлах самого начала и говорится то что и и говорил всевышний к мушея говоря пошли себе людей и и они исследуют землю нашем случае он сказал все вы подступили ко мне и потребовали чтобы правило людей там написано всевышний ко мне обратился и сказал пошли себе людей далее там люди перечислены поименно каждый очень важен был здесь во второй раз никаких имен не не упоминается просто сказано что 12 человек ну ладно сократил но в первом случае так скажем в первоисточнике вот что важно что когда эти разведчики пришли то 10 из них 10 сказали сказали вот я читаю сейчас 32 стих из 14 главы не бамид бар они сказали так и вытащили плохое о земле которую они исследовали то есть на иврите это ваяцу дебат а арец дебата арец это сказали что-то плохое о земле и вот это что-то плохое было услышано всеми и все стали рыдать и все поняли что нет не пойдем то есть в первый раз история выглядит совершенно по-другому во-первых не все подступают а по а всевышний дает указание муше во вторых очень важны те люди которых посылают их перечисляют поименно и в третьих как раз те люди которые пришли разведчики 10 из 12 они как раз и сказали плохое об этой земле в этот раз муше рассказывает другую историю во первых вы все подошли во вторых разведчики вели себя очень прилично они пошли выполнили все что им поручено принесли плоды и очень-очень похвалили эту землю а вот вы вы почему-то отказались от этой земли ну естественно у кого нормальная память и кто это все помнит что он читал там месяц назад он естественно задает вопрос а почему муши рассказывает другую историю почему муши не рассказывает то что было ну ладно он может быть не помнит да но он же все это записал он же может прочитать и потом мы знаем муж и же никогда от себя ничего ну кроме трех дел три дела написано три дела сказали нашему мудрецы муши сделал от себя там разбил скрижали перенес свою палатку и добавил один день при получении тары не 6 сивана 7 сивана но кроме этого он никогда ничего от себя не делал то есть все что он делает он выполняет волю всевышний значит и вот этот вот пересказ и рассказ не знаю то что он делает течение этого месяца он делает не от себя он выполняет задание всевышний получается что всевышний ему приказал рассказать другую историю вот тогда у меня возникает вопрос а вообще что такое история история свидетелями которые мы были или история о которой мы прочитали в книжках насколько вообще можно верить всему этому насколько это на самом деле истинно но то что я видел понятно история в которой я участвовал ну если я все хорошо помню примерно плюс-минус я понимаю что там происходит или по крайней мере помню что там происходит поскольку был участником но а история участнику которой я не был я знакомлюсь этой истории ну по каким-то источником по текстам может быть кто-нибудь другой мне рассказывает насколько я могу быть уверен в том что эта история действительно правдивая что она вот такая судя потому что здесь делает муж и не знаю вроде бы как он рассказывает другое но естественно вы скажете понятно у него есть определенная задача перед ним сидят люди не знаю вы не выросшие в египте выросшие в пустыне совершенно другая ментальность другое воспитание перед ними другая задача и может быть им нужно рассказать именно вот это что рассказал муж и да конечно я это допускаю но с другой стороны а как же вот объективность истории вообще можно ли доверять тому что мы называем история вот мы все учили историю учили переучивали мы прекрасно знаем что историю переписывают сначала она была одной потом почему-то она превратилась в другую где правда где неправда огромное количество вопросов и вот в этом мне хочется разобраться чтобы в этом разобраться я хочу вам показать одну книжку на мой взгляд очень очень важную книжечка тонкая на самом-то деле хорошая книжечка вот она ведь написал ее человек по имени она видите переведена на русский язык называется на захор написал его и и иосиф ярушал не это ученый ученый если фирушал книга это называется захор еврейская история еврейская память вот она вот такая вот книжечка и всем настоятельно настоятельно советую эту книжечку приобрести и прочитать эта книга ученого человека конечно можно по-разному отнесется к этому но вот здесь излагается его точка зрения на то что такое история вообще и что если специфика какая-то вот еврейской истории или так скажем в еврейском взгляде на мир ведь история в конце концов это взгляд на мир взгляд на те события которые происходили так далее и вот здесь иерушалме нам рассказывают самом начале что был такой геродот все о нем знают он называется отцом истории геродот отец истории так вот иерушалме пишет что геродот писал свои хроники руководствуясь по его же словам вполне человеческим желанием сохранить от гибели память о том что совершили люди и не дать великим и прекрасным деянием греков и варваров утратить надлежащие им славу то есть геродот записывал события происходившие на его истории при нем свидетелем которых видимо он был или со слов свидетелей или она то что случилось недавно совсем исходя из тех источников которые у него были и он записывает это для того чтобы это сохранилось в памяти потомков чтобы не было эрозии памяти чтобы люди через я не знаю несколько сотен лет познакомились с этими историями и сказали смотрите какие славные предки у нас были и вот это вот история геродота известно что геродот описывал в основном греко-персидские войны и вся история его была вокруг этого и дальше иерушалме пишет замечательную фразу он пишет так если геродот и был отцом истории то отцами смысла истории были евреи геродот отец истории а отцами смысла истории были евреи то есть еврейский взгляд на происходящее по мнению ирушалме вносит смысл в историю это не то что до этого история была бессмысленной была лишена всяких смыслов нет в данном случае иерушалме комментирует и говорит что речь идет о трансцендентном смысле то есть о внутреннем о сакральном смысле о сакральном смысле и вот тут он замечает очень интересную вещь а что с точки зрения евреев история это вот это очень важно это встреча между всевышним и творцом что в каждой истории присутствует творец и человек должен это понимать и как он утверждает и наши мудрецы это утверждают что на самом-то деле присутствие всевышнего она наполняет эту историю сакральным смыслом или как он говорит трансцендентальным смыслом да и что воля всевышнего а его желания именно раскрываются в человеческой истории то есть воля всевышнего его желания не остаются на небесах да да там ангелы на небесах как говорит псалмопевец ангелы на небесах славят всевышнего но проявляется всевышний раскрывается его воля его желания именно в человеческих деяниях и в человеческом и человеческой истории то есть в ходе человеческой истории всевышний себя проявляет таков еврейский взгляд на историю что это значит это значит что сколько мы верим мы верим в то что человек это душа и тело и человек это все прежде всего его душа а тело это ну как бы одеяние одежда этой души вот это вот двойственность до между душой телом человека она лежит в основе всего и мы верим в то что есть материальный мир есть над ним есть духовные миры и еще мы верим в то что события которые происходят в нижних мирах материальных они также происходят в верхних мирах в духовных мирах то есть в материальном мире происходит некое событие и подобное же событие и фиксация я уже не знаю как есть в верхних мирах в духовных мирах и что вот это вот события в верхних мирах это и есть мера участия всевышнего в том что происходит внизу и я уже не знаю последовательность может сначала идет замысел верхнем мире а потом он спускается вниз и материализуется в виде определенного события или же события внизу начинает влиять на то что происходит верхних мирах то есть обратная связь возникает ну я думаю что и то и другое что есть и прямая связь и обратная связь и с точки зрения евреев на то что происходит это как раз именно в взаимодействие того что происходит верхних духовных мирах и в нижнем материальном хочу вам напомнить вот 10 речений до самое главное ну некоторые в десяти заповедях это неверно 10 речений вот первое речение самое первое речение что сказано она хиа шемену кейха широт сетиха мир из митраев я господь бог твой который вывел тебя из земли египетской все воспринимают просто вот ну да да вот так должно быть что вы остановитесь на секундочку задумайтесь о том что здесь сказано я господь бог твой это нечто не знаю не воспринимается человеком что такое я господь бог твой но я слова то слышу что я могу себе представить что картинку какую-то знаю ну да естественно там кто-то верит кто-то не верит что существует творец мы понимаем что мы не можем его никак представить мы понимаем что вот он существует как-то вот так вот но его существование достаточно сложная для нас ну в общем то для нашего разумения не совсем достижимо мы верим в это но это достаточно трансцендентно как мы говорим да это скрыто от нашего взора то есть я господь бог ваш и второе который вывел вас из земли египетской здесь идет речь о конкретном событии которое имело место в истории какая-то группа людей проживала какое-то время в египте и папа потом по каким-то причинам вышла оттуда исход и это было не единожды я не имею ввиду в истории человечества когда одна группа людей переходила из одного места в другое исходы были переселения вот сейчас огромное количество иммигрантов не знаю заселяет европу тоже есть перемещение людей то есть есть некая историческая реальность которая называется допустим выход из египта и вот теперь совместите две две два этих начала я господь твой абсолютно инфернально и рационально трансцендентно недоступно нашему ощущению и пониманию и второе который вывел тебя из земли египетской конкретное историческое событие как это совместить я это понимаю так что есть события которые происходят в верхних мирах и есть его отражение в нижних мирах верхнем верхних мирах духовных мирах это событие обозначено словами я господь бог твой то есть творец определенным образом формирует на свое отношение какой-то группе людей а внизу это событие называется который вывел тебя из земли египетской и тут были свидетели они тут были свидетельства и тут были люди которые это видели которые могли это описать рассказать это и зафиксировать ну вот как отец истории как как геродот фиксировал вот все эти сражения на рассказывал об этих историях вот он то что видел то что ему рассказывали то что слышал он записывал я допускаю что вот такой же человек мог существовать там при исходе из египта тот же моши который был свидетелем этого и фиксировал значит есть история вверху есть история внизу и и конечно же я верю и мы верим что в каждой истории которая происходит внизу всевышний принимает участие без его участие ничего не происходит но доля его участие степень его участие в нижнем события она конечно различные есть внизу события где его присутствие в общем то явно и если она очень явно мы это называем просто чудом море раступилась вот внутри физическом мире море раступилась поменялись законы физического мира это явное присутствие всевышнего явное если же происходит нечто такое что не явно допустим я не знаю шел шел и что-то вот нашел что мне очень надо ну может быть случайность до случайность или может быть в этом есть присутствие всевышний то есть иногда присутствие всевышнего внизу очень явно и мы это привыкли называть чудом иногда присутствие всевышнего скрыто и мы можем только опосредованно по каким-то знаком догадываться или предполагать что вон в это вмешался а так мы видим просто физическое событие вот это вот очень важно понимать потому что знаете когда всякий раз говорится вот допустим известное выражение что всевышний говорит через муше передает что не только с вами стоящими здесь у горы синай я заключаю этот союз но и со всеми кто будет после вас это как понять все кто будет после вас вот я я никак физически там не находился так телесно я там не находился и вместе с тем со мной заключен союз каким образом значит вот нижнее событие физическое конечно же я в нем не участвую но верхнее событие то которое в духовных мирах тогда в эту секунду происходило оно сохраняется нижнее событие материальное оно вместе с теми кто был участником уходит те люди которые стояли у горы синай они уже не с нами но когда это зафиксировалось в верхнем духовном мире это событие остается и если я могу с ним каким-то образом соединиться соприкоснуться то получается что я участвовал в этом событии например вот сказано вот я выписал в книге дворим сказано что дворим 610 чтобы не забыл ты господа бога твоего который вызвал тебя и земли египетской тебя непосредственно вывел ты участвовал в конкретном физическом событии нет не участвовать вместе с тем он тебя вывел и ты это помнишь значит ты помнишь не то физическое событие которое было в нижнем мире а ты можешь узнать и прикоснуться и слиться с тем духовным событием которое было тогда же в верхнем мире по существу на этом строится все наши праздники праздник это какое-то событие внизу и тут же событие вверху конечно же событие внизу происходит одноразово те кто в ней участвовал те кто не знаю первый первый раз построил шалаши или стоял у горы синай или выходил из египта они прожили свою жизнь и ушли и нижнее событие ну по существу может быть и где-то записано каких-то аналоги она передается о том что было но я лично в нем уже не могу участвовать но верхнее событие остается и каждый год в одно и то же время очень важное для меня оно дает о себе знать и я находясь внизу могу к нему присоединиться в этом суть праздника значит я праздную не просто память о чем-то а плюс к тому что память о чем-то я еще и участвую поскольку определенным способом соединяюсь с теми духовными событиями которые никуда не девались материальные ушли а духовные зафиксированные остались они называются исход из египта дарование тары и сухот и так далее роша шана йом кипур эти события так вот исходя из этой позиции тогда я может быть понимаю что то что случилось с разведчиками тогда там она имела земное воплощение и она имела духовное воплощение и муж как раз не делает акцента на земном воплощении а наоборот делает акцент на духовном воплощении а на духовном воплощении получается что виноваты и не посланные разведчики у них были совершенно другие намерения и мы в этих в их намерениях сейчас разбираться не будем а произошло то что люди которые восприняли это событие духовное восприняли его вот таким образом они отказались подниматься они отказались они оказались причиной того что 40 лет мы блуждали по пустыне и теперь это уже никуда не денется история с разведчиками она наверху она осталась навсегда навечно и естественно время от времени она будет спускаться и вы знаете как давно спускается она спускается как раз вот 9 а вот у нас вчера было новомесячье этот шаббат у нас называется шаббат хазон и на следующей неделе у нас как раз 9 а вот как раз то самое событие которое внизу называлась тогда история с разведчиками а вверху она как раз называлась 9 а вот это вот событие 9 а вот из духовных миров приходит в этот день вниз и внизу случается на физическом уровне всякие неприятные для нашего народа события типа там разрушение первого храма второго храма окружение битара уничтожение битара имеется ввиду восстание барков бы изгнание из испании а первая мировая война началась 9 а вот газовые камеры ваушвиц на всю мощность включились именно 9 а то есть многие события многие ужасные события в жизни нашего народа происходит именно в этот день почему потому что верхнее событие она зафиксировалась он куда не девалась она осталась а нижнее меняется вот как раз здесь муше рассказывает вот этим людям народившимся в пустыне новому поколению он и как раз показывает им суть той истории которая происходила и тогда у меня вопрос возникает хорошо муше им рассказывает муше был пророк муше со всевышним разговаривал и видимо то что он рассказывает то что он изменяет ну вот вот я же вижу что он изменяет то что он изменяет я понимаю что он правильно это делать я просто должен догадаться о чем речь идет должен увидеть в его рассказе след событий в духовных мирах но такой как муше он единственный а историков у нас очень много тогда как же мне относиться вообще к истории только значит пророки которые получают сверху информацию могут нам рассказать истинную историю да потому что они ее видят духовных мирах а если он не пророки не обладает этими качествами тем более что с момента разрушения первого храма у нас уже нет пророчества тогда значит если ты не пророк то историком быть не можешь получается так или кто нас пишет историю цари победители тираны ну или на заказ тиранов а кто еще поэтому на самом-то деле у нас историк история эта наука и понимать чем дело всякие говорящие о чем-то должен показать ну некий факт некий документ некий артефакт на которые он опирается нельзя просто взять и трактовать нечто если есть некий текст или свидетель того и я вот представляю эту информацию я говорю было написано так то и так то вот документ документ того времени сохранился дальше я могу делать предположение исходя из того что я знаю не только этот документ знаю еще какие-то документы в этом суть профессии историка он он знакомится с документами и он на основании изучения этих документов делает какие-то выводы выводы могут быть разные и уже по поводу выводов мы можем там я не знаю сомневаться говорить обсуждать но по поводу документа вот если есть там пакт ревентропа молотова он секретный документ если мне его покажут я его прочитаю я могу делать какие-то по этому поводу выводы на человек занимающийся историей он кроме этого документа знать еще документы он может их привести и показать что моя точка зрения не совсем верная то есть понятно что чтобы быть историком не обязательно быть пророком на надо быть просто знающим человеком и ориентироваться и быть честным по отношению к тому какие документы я представляю потому что если я замолчал не показал какой-то скрыл какой-то документ естественно тогда я могу переписать историю я могу на основании какого-то отрывка из кого-то документа сказать что вот эта вся правда вырвать что-то из контекста и на 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 этом вырванном отрывочки построить целую историю которая будет рассказывать совершенно не о том о чем было тогда вот смотрите вот это вот и есть история поэтому конечно же занимаясь сегодня историей мы должны во первых помнить что во всякой истории человеческой присутствует всевышний либо явно либо скрыто но мы не должны этого забывать мы мы должны помнить что как раз вот диалог всевышнего с человеком это и он проявляется в истории и то что муж и рассказывает людям перед их входом в на анну что они виноваты они вы отказались забудьте про разведчиков они сделали то что они сделали вы отказались ведь здесь возникает что здесь возникает коллективная ответственность то есть вы все подступили ко мне вы все от меня чего-то требовали я согласился потом вы все отказались в этом есть коллективная ответственность это очень важно что вот у еврейского народа существует коллективная ответственность у нас сказано каждый еврей ответственен за своих собратьев. Не можешь ты стоять на крови брата своего. Если ты видишь, что брат твой что-то делает не то, ты должен обязательно ему об этом сказать и попытаться его остановить, если считаешь, что это приносит вред и ему, и главное, всему народу. То, что я говорю моему соседу, ты не прав, это не для того, чтобы каким-то образом его увещевать, его лично. А я понимаю, что его поведение, мое поведение, оно влияет на весь народ, на весь народ. Потому что все мы стояли у горы Синай, и все мы сказали, сделаем и поймем. От этого возникает коллективная ответственность. Вот как раз история Муше, которая была преподнесена именно таким образом, и формирует эту коллективную ответственность и говорит о том, что наша ответственность, как народа, перед Всевышним коллективна. Я понимаю, что один народ, другой народ не может судить, один правитель не может сказать, что я осуждаю весь народ, я высылаю этот весь народ. Нет. Коллективная ответственность, это только ответственность перед Всевышним. Только перед Всевышним. Только он, и только перед ним. Вот это вот я вот хотел вам рассказать, и в дальнейшем, когда вы будете читать, надеюсь, будете читать вот книгу Дворим, то вы понимаете, что Муше излагает вот эту самую историю, исходя из принципа, что Творец Всевышний, он участник этих событий. И самое важное, это не то, что происходило в физическом мире. Самое важное, то, что происходило в духовном мире, и это в дальнейшем будет всякий раз влиять на нас. И до сих пор. И пока мы живы, будет на нас влиять. Вот это я вам хотел сказать. Еще раз напомнить, что суббота это очень важное. Называется это суббота Хазон, Шаббат Хазон, Шаббат Ведения. Это потому, что мы читаем Хазон Ишаяу, Ведение Пророка Исаии. И на следующей неделе у нас очень и очень важный день. Девятая Ава. Нужно быть очень осторожным. Суточный пост. Ну, о законах Девятого Ава я не буду... Это целая тема. Я думаю, кто-то о ней расскажет обязательно. А я хочу посмотреть, есть ли какие-то вопросы ко мне конкретные, кроме того, что всем здравствуйте. 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 приподнимем. Здравствуйте. Так, вопросов нет. Ну да, чтобы устранить причину разрушения второго храна, надо вот как-то так... ватхинам безвозмездная любовь должна вдруг посетить нас конечно же у каждого за свои египет рождение конечно же из него нужно постараться выйти но мы выходим ладно всего хорошего удачи вам шаббат шалон ну и до новых встреч всего хорошего пока